Легенда – это разновидность рассказа, в которой, как правило, повествуется о событиях давно минувших дней. Легенды соединяют в себе правду и вымысел, в них присутствует фантастический чародейный элемент. Так, например, в легенде «Бездонное богатство» упоминается город Тура. Действительно, есть такой город в Гомельской области, один из древнейших городов Белоруссии. В легенде описан случай, который произошел во время охоты на Тура. Тура вправду обитал в наших лесах, но в результате охоты и вырубки лесов эти животные вымерли. Перед чтением легенды обратите внимание на слова, которые записаны внизу с разъяснением значения. А мы добавим к ним еще слово «загонщик». Загонщик – тот, кто загоняет, выгоняет зверя на охотников при облаве. Прочитайте легенду самостоятельно и подумайте, почему она имеет такое название. Прочли и, думаю, догадались, что в легенде рассказывается о том, что является истинным бездонным богатством. Прочитайте описание случая на охоте и подумайте, почему князь решил наградить загонщика. На этот вопрос отвечает сам князь, потому что загонщик спас ему жизнь, а жизнь дороже всего на свете. Князь считал, что одаривает Ранцевича очень щедро, ведь золота в сундуке столько, что можно назвать этот дар бездонным богатством. А что же является бездонным богатством для Ранцевича? Прочитайте. Для него бездонным богатством является земля. И не только потому, что невозможно добраться до дна, а еще и потому, что золото когда-нибудь заканчивается, а земля будет всегда кормить трудящегося человека и одаривать его своими плодами. И не только его, но и его потомкам, так как князь даровал землю во владение потомкам Ранцевича до десятого колена. В XII веке Туровским княжеством действительно правил Ярослав. Но документ на владение землями загонщик Ранцевич получил от другого князя, от князя Федора, который владел этими землями в XV-XVI веках. Сохранилась грамота, которая подтверждает то, что князь Федор даровал Ливону Ранцевичу земли в селе Велемичи за спасение жизни при нападении Тура во время охоты. Нюман и Лоша. Прочитаем легенду о двух реках и сравним их характеры. Нюман был сильный, работящий, совестливый, честный, а Лоша тихая, ленивая и хитроватая. Какое у них течение сейчас? Нюман летит, спешит к морю, могучий, широкий. Лоша плывет себе тихо, прячется и таится по кустам и низинам, что повлияло на течение рек. Лоша надумалась на перегонки бежать с Нюманом и первой выскочить к морю. Назавтра, еще затемно, она тихонько встала и пошла по низинам да по долинам к морю. Проснулся Нюман, увидел, что Лоши нет и бросился догонять, не разбирая дороги напрямик. Давайте проверим по карте, действительно ли все так, как описывает легенда. Мы видим, что Лоша и Нюманец начинаются в разных местах, но это произошло из-за осушения болот. А раньше, в XIX веке, Нюманец и Лоша действительно вытекали из одного родничка. Далее они соединялись в реку Нюман, и Нюман впадал в Балтийское море. Вероятно, в легенде речь идет о реках Неманец и Лоша. Вороны утреста. Норвежская легенда. Прежде чем приступать к чтению легенды, давайте немного поговорим о стране, в которой эта легенда родилась. О Норвегии. На карте видно, что эта страна с четырех сторон омывается морями. В ее состав входит множество островов. Их насчитывается около 50 тысяч. Один из островов называется Рёст. Население острова в основном занимается ловлей рыбы и ее заготовлением. Несмотря на то, что этот остров находится за полярным кругом, благодаря воздействию теплого течения температура здесь всегда выше нуля. С 26 мая по 17 июля солнце здесь не садится. То есть круглосуточно, светло и примерно 22-26 градусов тепла. Первооткрыватели этого острова приняли его за арктический рай. То, что они обнаружили, это миллионы морских птиц, животных, бесчисленное количество лососей. Прочитайте легенду и расскажите, почему Матиусу открылся сказочный остров. Но не всем дано увидеть прекрасные острова. Только чистому сердцем и смелому духам в недобрый час, когда яростные волны грозят гибелью, открываются эти таинственные земли. Счастлив тот, кто ступит на их приветливые берега. Он спасен. И Матиус был именно таким. Он не унывал в бедности, был трудолюбив, смел, с уважением относился к окружающим людям, поэтому и удача к нему со временем пришла. В легенде вам встретится несколько слов, о значении которых можно догадаться. Давайте проверим, как это у вас получилось. Восьмивесельный бот – это такая лодка. Парусина – тяжелая плотная ткань, которую делают из льна и конопли. Она имеет высокую прочность, отталкивает влагу, не портится от морской воды. Ее используют для изготовления парусов. Трюм – это пространство в корпусе судна между днищем и палубой. Братья развесили рыбу сушиться и вялиться. Чем же отличаются эти способы заготовки рыбы и что такое вялиться? Сушат рыбу на ветру в тени. Вялят – на ветру на солнце. Вяленая рыба получается более мягкой и жирной. В задании 7 вам предлагают кратко пересказать легенду. Для этого разделим текст на 4 части и дадим заголовок каждой из них, а также укажем основные события, о которых нужно упомянуть одним-двумя предложениями. Итак, первая часть – чудесные острова. Здесь нужно рассказать, о чем говорят колосья и ячменные зерна, кто может увидеть чудесные острова, чем богат каждый остров. Вторая часть – рыбная ловня. Неунывающий бедный рыбак, удачная рыбалка, ураган уничтожил улов, крик ворона, обессилевший Матиас. Третья часть – жизнь на чудесном острове. Лодка у берега Утрёста, встреча со старичком, рассказ о трёх воронах, угощение в землянке, знакомство с сыновьями старичка, рыбная ловля с тремя братьями, новая сеть Матиаса, возвращение на берег, Матиас собирается домой. Четвёртая часть – жизнь Матиаса изменилась. Год после посещения Утрёста, снова на Утрёст, корабль, гружённый рыбой, новое судно, обещание старика помогать Матиасу, памятный день. Я думаю, вы запомнили, что в легендах переплетается вымысел, реальность и фантастические события. В них воспеваются лучшие качества человека – честность, мудрость, смелость, трудолюбие, настойчивость, щедрость. Бездонное богатство невозможно без труда. Честность и открытость позволяют достичь цели. Удача рано или поздно придёт к настойчивому, трудолюбивому, неунывающему и чистому сердцем человеку.